Что увидит мир после освобождения Херсона? Украина начинает фиксировать военные преступления России на Херсонщине и уже находит могилы с останками мирных жителей, которые не пережили оккупации. По данным Офиса Генпрокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации зафиксировано более 44 тысяч преступлений, агрессии и военных преступлений. Из них более 43 тысяч – это нарушение законов и обычаев войны, куда входит в том числе жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением. Установлено личности более 200 российских военных, которым заочно предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении граждан Украины. Среди них дети, пожилые люди и военнопленные. О зверствах российских оккупационных войск и о том, когда будут привлечены к ответственности те, кто их совершал, говорим с руководителем Координационного подразделения привлечения к ответственности за военные преступления Офиса Генпрокурора Украины Юрием Белоусовым. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, скажите, что видят военные вооруженных сил Украины, правоохранительные органы, когда заходят в освобожденные города и села Херсонщины? Что увидели? К сожалению, то, что они видят, мало чем отличается от того, что они увидели в Киевской области, от того, что они видели в Харьковской области и на других освобожденных территориях. Потому что военные преступления, то, что происходит гражданским населением, это типичное поведение российских солдат. То есть это, разумеется, и пыточный или кативник, мы говорим, это и заявление об изнасиловании, это заявление о пытках, это и массовое захоронение. Все это, к сожалению, имеет место быть и в Херсоне. И сейчас, разумеется, очень сложно сказать масштабы, потому как территория очень сильно заминирована, они везде имеют место, не имеют возможность добраться, следователи и прокуроры. Но, к сожалению, думаю, что таких случаев будет еще множество, с которыми мы с мамой ознакомимся в ближайшее время. Есть уже некая статистика, сколько зафиксировано преступлений на Херсонщине? На Херсонщине регистрирулись преступления с февраля месяца. То есть в большинстве своем эта информация была заочная, для людей, которые выехали с той территории. Это было несколько тысяч за этот год. Сколько сейчас, мы пока очень осторожно к этой статистике подходим. Я думаю, что буквально в течение недели-двух мы сможем дать уже объективную картину. Потому что пока работают военные, следователи и прокуроры только начинают свою работу. Потому как каждый объект, куда они хотят зайти, значительная часть из них заминирована просто-напросто. Россияне, отходя, минировали все, что можно было. Это поставит под риск следственные группы. И поэтому мы сейчас с помощью наших коллег пытаемся разминировать территорию в первую очередь. Ну, опять же, повторюсь, информация есть уже о местах массовых захоронений, информация есть о том, что люди езжали в подвалах, пытали их. Просто не ко всем этим местам мы сейчас имеем возможность добраться. Юрий, скажите, а вот у людей, которые находились в оккупации все это время, у них была возможность, скажем так, дистанционно подать заявление о совершенном преступлении российских оккупационных войск? Да, мы с самого начала открытого втажения открыли ресурс, который называется World Crimes Go.ua. Это, можно сказать, отдельный интернет-ресурс, куда можно зайти дистанционно и ставить заявление, подгрузить видео, фотографии, иную информацию, указать локацию, место совершения преступления. Но, разумеется, для тех людей, которые находятся под оккупацией, для них это серьезный риск. Поэтому в большинстве своем мы знаем этих людей, мы поддерживали с ними связь, но старались, знаете, минимизировать риск для них. Хотя информация, опять же, повторюсь, с оккупированных территорий также подходила. У нас в общей сложности более 60, уже, можно сказать, около 70 тысяч видеофайлов, фотографий и иных документов, которые наши граждане загрузили на этот ресурс. Часть из них из-за рубежа, часть из них из оккупированных территорий. Вы уже говорили о пыточных, которые находят вооруженные силы Украины, правоохранительные органы, когда заходят на освобожденные территории. Можете рассказать о тех, которые уже обнаружены на освобожденных территориях, на тех территориях, которые освободили за последние несколько дней? Вот известно о том, что в Снегиревке Николаевской области такая пыточная обнаружена. Кого там пытали? И, может быть, есть уже свидетельства тех, кто выжил в этих пыточных? Есть свидетельства, есть данные людей, которые рассказывали, что они прошли. Но, разумеется, я могу в общих чертах рассказать, что идет расследование у нас. Опять же, повторюсь, вы знаете, вот, к сожалению, не отличаются эти показания от показаний тех людей, которых держали в подвалах в Харьковской области, к примеру. Это просто стандартный способ обращения с гражданскими лицами. Их захватывают, выкрадают из дома, держат в подвалах, избивают, применяют электрошокеры. Это тоже распространенная практика стороны россиян. Харьковская область, к сожалению, не исключение. И тут мы можем говорить далеко не об одном месте, в котором вы видите Снегиревке. У нас уже есть информация о целом ряде мест в других городах, которые пока еще, к которым правоохранители не имеют полного доступа. Но это будут сотни людей, к сожалению, которые прошли, ну, стали жертвами пыток и жестокого обращения. Юрий, а люди объясняют, за что их задерживали? За что они попадали в эти пыточные? Вы знаете, тут диапазон очень широкий. Основная причина, так можно сказать, да, это какие-то минимальные подозрения у россиян в отношении того, что человек может иметь проукраинскую позицию. Сам факт наличия проукраинской позиции для россиян это уже угроза фактически. И это уже достаточно для того, чтобы человека задержали. Либо он на бочек, либо ранее служил в вооруженных силах, либо каким-то образом проявляет свою позицию украинскую. Это уже достаточно для того, чтобы либо наказать его за это, либо попробовать получить информацию от него в отношении возможного перемещения в сбройных сил Украины. И это достаточно для россиян. Для нас, разумеется, знаете, у меня просто мой опыт, я до этого несколько лет занимались исследованием пыток со стороны правоохранителей в Украине до открытого вторжения. Но то, с чем мы сталкиваемся здесь, это просто совершенно разные вещи. Это средневековые пытки. Насколько мы отличаемся от россиян, если так могу сказать, в культурном плане? Это две разных цивилизации. И то, с чем мы сталкивались в Украине, мы таких пыток не видели, в принципе, ранее никогда. Юрий, вы вспоминали о том, что по разным причинам задерживали людей. Сейчас очень много в сети видео, когда люди из оккупированных частей Херсонщины, уже теперь освобожденных, они выкапывают там баночку с флагом украинским, или где-то прятали под плиткой. Не было такого, что находили, например, украинскую символику и за это задерживали? Разумеется. Это тоже, что может свидетельствовать о наличии проукраинской оппозиции у человека. Украинская символика в том числе. Либо татуировка, скажем так, с трезубцем, да. Либо татуировка с какой-либо фразой. Верший Шевченко, к примеру. Что-то подобное уже для россиян в их больном воображении это достаточное основание для того, чтобы применять на селе их человека. Фиксация преступлений — это огромная работа, учитывая количество этих преступлений. Это колоссальное количество времени, которое нужно потратить, и колоссальное количество людей, которых нужно задействовать. Расскажите о том, как происходит эта фиксация и кто работает над ней. В Украине фактически мы, можно сказать, строим механизм расследования военных преступлений, в котором координирующая роль в этом механизме принадлежит прокуратуре. У нас есть департамент по военным преступлениям, если коротко так назовем, на уровне центрального аппарата, плюс специализированные подразделения в девяти областях, в том числе в Херсонской области. Месяц назад было создано специализированное подразделение прокуроров, которое занимается только военным преступлением. Плюс аналогичные подразделения, созданные в службе безопасности и в национальной полиции. Это те следователи, которые собирают доказательства, которые мы как прокуроры потом используем в судах, скажем так. То есть это сотни людей, которые работают в правоохранительных органах. Плюс мы взаимодействуем активно с нашими международными партнерами. Около 18 стран Евросоюза открыли собственные расследования по военным преступлениям, которые происходят в Украине. Мы пытаемся координировать свою работу вместе с ними. У нас есть отдельная следственная группа совместная с семью странами, которая помогает нам собрать доказательства. В Украине работает Международный уголовный суд, который открыл свое расследование, и мы очень надеемся на результаты уже в ближайшее время. Мы можем взаимодействовать между уголовным судом. Плюс стоит ответить в большой диапазон общественных организаций, которые также пытаются документировать военные преступления. Мы также стараемся с ними обмениваться информацией. То есть можно сказать, что в этой сфере работают тысячи людей. Разумеется, в Украине уникальная ситуация. Она уникальна в том, что в отличие от многих других стран, где совершались военные преступления, расследования, как правило, начинались уже после окончания войны. У нас расследование военных преступлений идет по горячим следам. Например, Херсон, Харьков. У нас были случаи, когда мы заходили в какие-то населенные пункты. Мы просто видели, что до нас там ничего, никого не было. Россияне только недавно ушли. Вот это ощущение присутствия врага, знаете, мы просто видим, как они жили, в каких условиях они жили, в каких условиях они держали наших граждан, следы, крови и так далее. То есть Украина в уникальной ситуации, потому что Украина имеет возможность собирать доказательства военных преступлений в живом режиме, так скажем. И все это дает нам надежду на то, что мы сможем привлечь максимальное количество россиян к ответственности. Я немного уточню по цифрам, которые вы озвучили. Было идентифицировано не 200 россиян, уже несколько тысяч, десятков тысяч российских военнослужащих нами уже совместно с органами правопорядка идентифицированы. Просто 215 из них мы уже официальное подозрение предъявили. Остальные, по остальным мы работаем. Поэтому здесь стоит сказать, что каждый россиян, каждый военнослужащий, который был на территории, либо планирует быть, о нем станет известно. И если нам станет известно о том, что он совершал при этом военные преступления, то рано или поздно его правосудие настигнет. Либо в Украине, либо в международных инстанциях. Юрий, спасибо большое. Руководитель координационного подразделения привлечения к ответственности за военные преступления Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоус был с нами на связи. С ним мы поговорили о том, какие преступления совершают российские военные на территории Украины и о том, как и когда они понесут за это ответственность. Руководитель координационного подразделения